Инвалидность за деньги. В Днепре в коррупции подозревают медико-социальную экспертную комиссию номер 5. Пока правоохранители проверяют законность выданных ими справок, главврач и трое членов этой комиссии сидят на больничном. Все подробности в нашем материале. С января все сотрудники медико-социальной экспертной комиссии номер 5 на больничном. Здесь даже двери опечатаны. В прошлом году правоохранители проверили законность выданных ими справок. А областные чиновники уже успели провести собственную внутреннюю проверку. Говорят, подозрения правоохранителей могут оказаться небезосновательными. Выявленные порушения или недолики складаются в праве областной медико-социальной экспертной комиссии номер 5. При этом суть данных порушений или недоликов имеет сутчевый характер. В их посадовых осіб медико-социальной экспертизы, экспертной комиссии, вбачается перевищение службовых повноважений и коррупционных деяний. Сейчас все сотрудники до сих пор на больничном русском. И поэтому административные мероприятия мы пока не можем к ним применить. Ветеран АТО Юрий Жолуди имеет третью группу инвалидности. Еще в декабре закончился срок действия удостоверения инвалида. С тех пор он ходит в МСЭК как на работу. Оригиналы документов в связи с расследованием сейчас в полиции. На руках у мужчины заверенные копии, однако их в комиссии не приняли. Ну тут все. От начала до конца, где я был, что, кто расследовал, кто принимал, смотрел анализы. Ну от пятки до макушки, до ушей. Но в итоге мы не отказали по непонятным каким-то причинам. По информации юриста областной МСЭК, правоохранители изъяли почти 700 медицинских справок. Две сотни из них содержат сомнительную информацию. Документы об инвалидности ветеранам-интернационалистам были изданы как под копирку. И у всех один и тот же диагноз. Шрам волосистой части головы и контузия. И это при том, что человек в течение 30 лет к врачам не обращался, нигде в больницах не лежал, нигде не лечился, на диспансерном учете не состоял, и вдруг у него шрам, контузия. В ассоциации пациентов подозревают, что некоторые пациенты могли договориться с сотрудниками МСЭК. Причем есть документально подтвержденные бумаги о том, что справки, которые они предоставляют нам МСЭК, многие, они поддельные. На сегодняшний день через компьютер просто тупо в эту справку вбивается другая фамилия, и вот вам новый человек со справкой о ранении. Следователи полиции ждут вывода в экспертиз, которые должны подтвердить, законно или наоборот незаконно выданы справки об инвалидности. В случае, если коррупционные схемы будут доказаны, сотрудникам экспертной комиссии грозит до пяти лет лишения свободы. Андрей Кровец, Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер Днепр.